и так продолжаем утилизировать свои остатки пряжи сегодня показываю вам коврик улитку вяжется крючком состоит из 14 петель размер может быть любой нитки те что у вас остались вяжется просто легко быстро и так того чтобы нам связать наш коврик улитку из остатков пряжи мы берем пряжу которая у нас осталась у меня вот такая вот карачаевская пряжа 2 сложения берем крючок опять-таки какой какая у вас ниточка толстая тоненькая значит соответственно крючок меньше больше у меня три с половиной набираем 7 воздушных петель так 7 воздушных петелечек набираем раз три 4 5 6 7 дальше делаем так как нам нужна труба мы не будем набирать 14 соединять в кольцо мы сразу с 7 вывяжем будем вывязывать значит следующую петельку мы вывязываем 2 столбика без накида сюда получается у нас уже 300 3 столбика 4 4 5 5 6 7 7 поворачиваем и провязываем так 7 до 8 9 10 11 12 13 и 14 так то и 14 вот сюда и продавливаем вот так вот немножко и вяжем столько цвета сколько у нас есть моточки да там вы хотите целиковый цвет однотонный точнее вяжите хотите комбинируйте от темного к светлому или наоборот тут ваша фантазия вам подскажет и мы продолжаем вязать вот эти 14 петель теперь вверх после того как мы провяжем 10 рядов можно уже будет спокойно набивать наполнитель у которого у вас есть это холофайбер может быть еще там какой-то наполнитель потом еще есть в общем набиваете вяжите набиваете до нужной вам длины но у меня это я вижу коврики для своих котов коврики улитки я последний круг обязательно делаю из пряжи чуть толще чем вижу изначально чтобы получился такой бортик обязательно покажу вам что у меня получилось так пока продолжаем вязать еще 10 рядов ну вот я конечно не стала провязывать 10 рядов но вот вот так это выглядит вот так вот выглядит начало набиваем нужны нам длины сколько метров решаете вы сами какую улитку вы хотите моем случае сейчас покажу у меня на не очень большая вот о чем я говорила сейчас я иду толще ниткой это у меня будет конечный кантик давайте сейчас смирим сколько он у меня вместе с кантиком он у меня 34 сантиметра но сейчас 34 плюс еще здесь будет еще четыре сантиметра 38 около 40 сантиметров здесь будет потолще он такой более выпуклый будет край обязательно покажу вам как соединить все сшить сейчас мне просто сложен то есть вот видите просто сложен ну что вяжем столько метров сколько вы сами себе пожелаете какой объем вам нужен покажу когда буду соединять все она 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 не она она итак дойдя до нужной нам длины мы заканчиваем наш жгут заканчиваем очень просто значит закрываем протягиваем точнее петельку вытягиваем еще одну петельку у нас три петельки на крючке и закрываем и то же самое по всей длине как мы сокращаем через одну петельку еще одну вытаскиваем еще одну закрываем когда ты петельки на крючке закрываем закрываем ничего сложного тут нету и так мы доходим до того момента как у нас останется всего три петелечки на крючке критера делаем еще убавление так еще убавление так еще нам надо сделать этого убавления и все мы закончим тогда если вы еще не подписались на мой канал обязательно подпишитесь напишите комментарий поставьте лайк это очень поможет развитие моего канала так еще одна и вот финишная прямая у нас осталось как раз таки три петельки раз и вот в последнюю вытягиваем и закрываем все вот мы закончили все дальше будем соединять сшивать наш коврик чтобы нам его сшить нам надо его сперва скрутить скручиваем наша петелька скручиваем итак стоп 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 ну тут вы сами понимаете что надо плотненько конечно уложить все плотненько вот пошел толстый край у меня такой сейчас постараюсь вам так где-то примерно вот так сейчас мы замерим сколько у нас получился у меня он 37 ну вот так то он выглядит понимали руки у меня для к это коврик для кота поэтому мне достаточно они очень любят коврики такие коврики улитки давайте будем сшивать так берем обычную такую иголочку пластмассовая аккуратненько вытаскиваем наш сердцевинку наш протягиваем ниточку ушка иголочки и как можно плотнее складываем наш начальный край вот видите ничего сложного нету мы будем вот так делать зацепили с этой стороны зацепили дальше приложили и опять следующую вот эту ну то есть тут ничего такого прям сверх секретного и сверх сложного нету теперь сюда с этой стороны теперь мы делаем подтягиваем с этой стороны смотрим чтобы у нас было все плотненько подтягиваем не обязательно в каждый ряд можно через ряд через ряд здесь через ряд там через ряд складываем опять берем тут через ряд и так на протяжении всего аккуратненько складываете складываете покажу вот самый конец так продолжаете сейчас покажу вам как сам конец вот этот наш который мы связали как его присоединить встретимся в конце ну вот 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 мы и дошли до финишной прямой нам осталось совсем немножко как видите тут ничего такого сверхъестественного нет все это освоит подтягиваем здесь я немножко закрепила ну чтобы не убегала так продолжаем до конца соединяется просто быстренько так как у нас вот здесь плоско будет вот так соединим и вот этой веревочкой здесь же и прихватим пока заканчиваем вот я не дошла буквально там три сантиметра что я делаю я вот наш конечек закреплю крючком еще раз сюда же и выйдем мы так сейчас вот сюда еще разочек так еще раз можно будет закрепиться здесь и вот эту ниточку наизнанку вывести но потом когда мы подошвем вот здесь дошъем мы эту ниточку аккуратненько спрячем так осталось два стежка у нас если вы еще не подписались обязательно подпишитесь поставьте лайк и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео наши следующие утилизации остатков пряжи и создание чего-то красивого практичного и так все мы здесь дошли так еще разочеку прихватим и можно будет заканчивать отрезаем ниточку и вот эти два хвостика завязываем между собой при стирке она не развалится все вот такой коврик у меня этот коврик для котов для кота для кота коврик это можно будет спрятать вовнутрь вот такой замечательный коврик улитка из остатков пряжи спасибо за просмотр всем пока пока